И здравствуйте, товарищи! С вами вновь Седедов, вновь Fallout 2, собственно, продолжаем проходить. Как вы видите, я здесь зачистил всё-таки эту военную базу Наваро. Да, небольшое количество сейфлоудов, небольшое количество абузов лифта, но в целом, в целом я действовал более-менее честно, просто делая выстрел, уходя, делая выстрел, уходя, вот таким макаром. Нам пару раз, конечно, пришлось загрузиться, потому что турельки, например, они стреляют сразу двумя зарядами плазмы, и, ну, не уверен, что ровно в два раза больше наносят урона, чем обычный противник, но как минимум они наносят больше урона, чем обычный противник, и меня просто несколько раз ваншотало, имея при этом у меня практически фуловые хп. Так что мы забираем своих напарников, забираем мы их... пошли тогда, ладно. Забираем Кей-9, если, конечно, я смогу взять такое количество напарников с собой. Вообще, да, потому что не уверен, что я могу взять с собой такое количество напарников. Вот что меня удивляет, на самом деле, так это то, что здесь плазменные рушья были у всех, а у охраны внизу, где сидит самый главный полковник, хотя отчасти это логично, а у охраны внизу там был... Ну, были пушки послабее, намного причем послабее. Я, кстати, не посмотрел, например, что было у этого чувака здесь, но я полагаю, что... да, ничего. Кэссиди, Кэссиди, у тебя в том видео не получилось меня поблочить, потому что тебя не было? Кэссиди несет на себе слишком много останков из-за вхоз. А с чего ты вдруг начал нести на себя слишком много? 208? Это что же я на тебя скинул-то такое? Закаленная силовая броня. Носи на здоровье, Кэссиди. Собственно, да, я силовую броню к него скинул. Теперь боевая ему не нужна. Ну, давайте, соберем собачку. И... Уйдем отсюда. Не уверен, что собачка пойдет со мной, мол, со мной слишком много народу может сказать. А, пошли. Прошу прощения, хозяин, на вашей группе нет для меня места. Я дождусь здесь, пока оно не появится. Ну что ж, ладно, маленькая собачка, ты очень, конечно, клевая. Но ты права, в моей группе нет для тебя места. Если... Мне придется кого-то из напарников выкидывать, то... Не могу же я выкинуть Вика, правильно? Он такой толстый, добряк, все дела. Нужна карта доступа. Но я ведь уже открывал эту дверь с помощью карты доступа. Кстати, оружие, которое меня пробивало, это... Ну да, применить пушку, это было странно. Вот эта вот пушка... Не сказал бы, на самом деле, что она мощная. Посмотрите, 13-23, но опять-таки у нее довольно мощные патроны. А 5-10-3-2. То есть, 50%. А увеличение урона идет чисто и за счет патронов. Да, так что... Поэтому меня пробивали. Мне один раз из этой пушки выстрелили на 60 в спину, так что я упал. И что самое странное, типа... Ну не самое странное, но что довольно странное, на базе у этих солдат было крайне мало стимуляторов. Это действительно странно, ведь это гребанная военная база. И у них было очень мало стимуляторов. В итоге я в минус ушел. У меня было сотни, насколько вы помните, а осталось всего лишь 88. Я 12 стимуляторов потратил, и еще 2 супер стимулятора, потому что мне было лень иногда клацать обычные, когда у меня 20 хп оставалось. Поэтому пару супер стимуляторов я тоже потратил. Ну и кстати, как вы помните, это не единственные анклавовцы, которых мы можем, собственно, встретить. Поднять тревогу, говорит этот парень, но... Чувак, я только что перебил всю твою базу, и ты мне говоришь поднять тревогу. Кстати, самое смешное, знаете что? Видите? Нету надписи уровень. Это не потому, что я уже вкачал 24 уровень. Это потому, что до 24 уровня мне не хватает 226. 226. Мне не хватает до 24 уровня. Собственно, если не спрашивать у него про эту фигню, про не притворяться добровольцем, то можно было бы спокойно пройти вот здесь, через его дом. Да, и тут уже пройти точно так же до Навара. А, ну то есть до самой военной базы. Ну, поскольку он же ничего не спер у меня из автомобиля. Думаю, что нет. Автомобиль, держи. Да, у нас есть ключ для танкера. Немножко наркотиков. А, какой-то мотор бесполезный. Кошачья лапка. Чертежи вертолета. То есть, сразу же два. Два задания выполнены. Видимо, мид мне тоже сейчас не нужен. 100 патронов к Гаусс-минтовке я потратил. Ну, а это, в общем-то, не страшно, потому что... Так, секундочку. Давайте-ка все-таки мы зайдем, и я сохранюсь, если вы не против. А то, мало ли, я такой путь проделаю. В итоге нарвусь на какую-нибудь патруль анклава, и мне оторвут там жопу. А, едем в Сан-Франциско. Интересно, а он доедет сам? Или он уткнется где-нибудь на побережье? Ну, собственно, да. Не доехал он сам. Так, и что мы имеем? Серьезно, Гекка? Нет, ну серьезно, Гекка, да? И у меня нету второго оружия в руках, да? Гекка, значит. И главное, ночью. Главное, что ночью. Главное, чтобы Гекка были именно ночью. И они не умирают от одного. 14! Плазменная винтовка бьет 14 по Гекка, и у них 70 хп. Ладно. Кэссиди, разбирайся сам, короче, с ними. Твою мать. Ну, это какие-то прям крутые. Гекка. Да. 39. Да, что-то плазменная винтовка против Гекка как-то плохо работает. Но. В отличие от Вика. Вик по Гекке хорошо работает. Но это... Эти Гекка, это мой... Путь к... Собственно, левелу. Поэтому... Не будем пренебрегать. И убьем их. Или убьем. Давай, Вик, действуй. Не перезаряжайся, а действуй. Ладно, Кэссиди, твой ход. Ну да. И, собственно... 1260 очков. Мне удалось выучить пару новых фокусов, говорит кто. Кто говорит? Ты говоришь? О новых фокусах. 10 очков действия. Да. Он теперь сможет всегда стрелять гаусс-винтовкой 2 выстрела. Это интересно. То, что на 24-м моем левеле он получил эту фигню. Ну-ка. А ты у нас что-нибудь выучил новое, толстячок? Тоже 10 очков действия. Пора ему давать действительно серьезное оружие. Я думаю, это будет пистолет. А вот этот пистолет. Не думаю, то что он... Хотя, можно и вот этот, наверное. Он будет им пользоваться, интересно. Давайте проверим. Вик, ты сможешь сейчас взять лучшее оружие, которое у тебя есть? Импульсный пистолет. Ну что ж. Он может взять лучшее оружие, которое у него есть. Держи. Не пропей весь бензин. Не вынихай его. Это приятно, надо сказать. А, ну и себя. Себя мы тоже, в общем, не отделим. Все, что здесь есть, это абсолютно неважно и абсолютно бесполезно. А главное из того, что здесь дается, это, естественно, снайпер. Вы в совершенстве владеете огнестрельным оружием. Эта способность сделает любое попадание критическим при условии успешного броска. Удачи. Мы жмем готово и... И ничего не меняется. Но на самом деле у меня шанс крита теперь не 9%, а 90%. У меня 9 удачи, потому что... Сейчас сделаем вот так. И вот так. Немножко грейдим оружие. Сохраняемся и... Едем дальше. Хотя, возможно, имело смысл именно... Прокачать этот... Да что ж, кому-то там еще. Армия из летунов и кентавров. Много опыта, но, как я уже сказал, 24-й левел это цель игры практически. Хабологи, отражающие нападение ракетиров. Ну, на это можно как минимум посмотреть. Потому что... Ну, хабологи, они вообще... Ничего пока не представляют. Никакой угрозы для нас. И мне вот чисто интересно, кто кого здесь порешит. Где моя машина, кстати? Надо было к машине бежать. Ну да, как мы видим, хабологи имеют некоторые гранаты. Ну и, конечно же, ночью. Мне просто интересно, вот, силы. Хотя, учитывая то, что они кулаками бьют, блин, их хабологи тоже кулаками бьют. Четвы, ребят, какие-то странные. Ну, настоящая передряга. Пойду-ка я к машине своей. Оп. Стань нашим или умрешь. Ах, еще один новобранец. Ну и... Хоть один хаболог-то погиб уже. Потому что этих-то двое трупов уже. Рэкетиров. Вот один хаболог погиб. Второй хаболог погиб. Этот гранат и кидает своего, цепляет. Кстати, крутая граната 50 урона наносит. Ребят, ну, вы без меня тут. Мне чисто интересно, что вы из себя представляете. Ну, вообще, рэкетиров, типа, чуть больше. Ну, че она мощная? Прям у них какие-то бойбабы тут. О, ну это был чит. Сплэш, урон, все дела. И, кажется, хабологи выигрывают эту схватку. Да. Хотя, трое на одного. Кажется, хабологи все-таки проигрывают эту схватку. Потому что трое на одного. Это вам не шутки. Кинешь гранату? Если сейчас он не кинет в них гранату, то у него нет шанса. Блин, они с каждым ударом его отбивают. Это прям... Он крутой. Но перед смертью... Рэкетир умирает. Перед своей смертью он, судя по всему, решил... Да, все-таки справиться. Ну и... Приятно, конечно, на начальных этапах игры... Встречать такие стычки. Типа, можно полутать после этого. Ну и че? Вы будете на меня нападать, ребят? Да. Ну, я должен вас огорчить. Я не хаболог, поэтому... А, у меня немножко другие методы. Так, у меня тут хорошая броня. Типа, все дела. А, я промазал. Ладно, Кэссиди доделает. Кэссиди. Вот, другое дело. Да. Семьсот опыта за двоих. Естественно, если бы я убивал больше их, то было бы намного больше экспы. Но я решил то, что не стоит. А, вот почему они не ножичками тыкали это, а потрошитель, да. Потрошителями тыкали. Всякие силовые перчатки, все дела. Ну ладно, в общем. Сан-Франциско. Док-танкер Чайна-таун. Я так понимаю, Чайна-таун это место, которое мне нужно. Ух ты, никогда не думал, что увижу Сан-Франциско. Ну, собственно, стандартный. Кэссиди. Мне вот интересно... Хотя у меня уже довольно высокий уровень, и я полагаю то, что по идее должны... А, патроны к моей винтовочке продаваться. Мне нужно снаряжение. Да и сама Гаусс винтовка должна продаваться, и патроны к ней должны продаваться. Но похоже, что продавец считает иначе. Он считает то, что ничего не должно продаваться. Кроме большой научной книги, которую он мне что-то в три дорого суёт. Я даже не знаю... Я даже не знаю, на самом деле, что ему впихнуть сейчас. Ладно, мне надо из машины доставать просто клёвые штуки. А есть, может быть, чё? Ещё? Так, снаряжение. Это та же самая, да? Да. Давайте-ка... Вот так. Решение. Ага, вот видно то, что тут новое что-то появилось. Пачка гондонов, очевидно. И да, я это о вас, а не о вашем ассортименте. У меня, в принципе, довольно много веса с собой позволительного. Так что... Так что я могу, наверное, взять, например, вот эту штучку. Одну. И, например... Вот эту штучку уже давно пора избавиться. Всё-таки... Когда-то она служила мне верой и правдой, но... Про нас прошли те времена. Сейчас мне служит... Другая штука верой и правдой. Ну, большие научные книги... Вещь, безусловно, полезная. Только вот он не запоминает то, что я... Хочу именно их. У него остаётся здесь последнее. Типа, куда я тыкал... То и остаётся. Так. Это же научные книги, а не какие-то химические журналы. Правильно? Правильно. Так, у тебя не хватает. Ладно, так, хватит. Чё там? 4 800, 4 700. Ладно, я не жилоб. Поэтому вытащу патроны. Да. Я не жилоб. Сколько? 33. Книжки. Читать книжки, это полезно. Посмотрим, что у второго продавца. Вообще, у меня довольно высокий уровень, вам не кажется, 24-й. Ну, то есть, не самый высокий, конечно, который можно достичь в игре, но не маленький. И я рассчитывал на то, что у них уже будет ассортимент получше. И ащу оружие. Хотя, может быть, у торговца оружием вот у этого лучше искать оружие. 5000 баков у него есть. Это клёво. 5000 баков, это клёво. Так, ну... Может быть, он может заинтересовать меня чем-то получше. Он может. Он может. И он может. И он делает это. Он... Как же он хорош. Просто лучший. Настолько лучший, что мне теперь, наверное, даже не хватит этих денег, да, чтобы расплатиться с ним. Вот я кидаю тебе вот это дерьмо. Вот это дерьмо. И вот это дерьмо. О, 8700. Окей. 8800. Ладно, давай, сколько тут выходит. Чёрт, чудеса математики 146. Чудеса математики. Вот за это я и люблю Сан-Франциско. Несколько дней здесь не был. И всё. Типа, чуваки начали торговать отменными просто штуками. Теперь мне точно хватит до конца игры этих патронов. Ну, надо ещё Кэссиде дать соточку где-то. Хотя бы, потому что он дважды за ход, стреляет, все дела. Так, мне нужно к Ши, как вы помните, потому что хабологи мерзкие. Нет, 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 стоять, стоять. Сначала нужно в братство отдать чертежи вертолёта, а потом уже кому-то из этих двух. Потому что в братстве-то мне их вернут потом. А вот когда в этих забираешь, то это... Ну, тоже на самом деле можно назад их вернуть, но окей. Да хватит, блин, закройся. Бронины гуляют по всему городу. Так, давайте на отдельный слот сохранимся. Довольно, всё-таки много времени уже прошло. Давай. Чертежи винта крыла у меня. Великолепная работа. Дай мне чертежи, я сниму копию, как и обещал. Всё наше оборудование к вашим услугам. Спасибо. Ну и надо будет, собственно, в 20 тысяч очков опыта дали. Охренеть, мне 2 200 теперь не хватает до следующего левела. Я думаю, красноречие немножко ап, но хотя бы до 150 надо сделать. Так, и такой вот у меня вопрос. Ну, это отделение Братства Стали. Все дела есть в каждом городе. У меня вопрос насчёт чипов. У меня есть... Синий модуль. Привлекательность увеличивает. Красный модуль увеличивает силу. И... Остальные модули я забыл, да? А, нет, вот. Зелёный модуль восприятия. И... Жёлтый модуль интеллект. И вот что интересно, на самом деле. А, собственно... Собственно, вообще я смогу пользоваться этим дерьмом всем. Или только один из этих модулей я могу использовать. Вот. Очень-очень хорошая винтовка. Отличная винтовка, я бы даже сказал. Ну, отличная, очень-очень хорошая. И... Броня Братства. Тоже хорошая штука, но довольно бесполезная на данном этапе игры. Почитаем книжки. Теперь я смогу её поднять. Что-то мне подсказывает, что нет. Нужно отдать её, естественно, нашему напарнику. После того, как мы её закалим. Ну, насколько я понимаю, я смогу её закалить. Ведь мне сказал тот доктор, что у него есть для закалки... Для двух комплектов для закалки. А я закалил только один комплект. Соответственно, он мне должен ещё один. Потому что запластил-то я ему 10 тысяч, как за две. А, теперь главное к хабологам пройти. Так, ну и, собственно... Суперкомпьютер, добро пожаловать. Я ИСУ, медицинский компьютер. Вам нужна медицинская помощь. У меня есть несколько вопросов. Ты можешь на них ответить? Пожалуйста, сформулируйте запрос. Ты компьютер, да? Я ИСС. Искусственная самоосознающая сущность. Искусственная самоосознающая сущность. Окей, я больше, чем просто машина, но до настоящего искусственного интеллекта мне далеко. А настоящий вообще возможен? Или выше тебя наука так и не зашла? Подлинный искусственный интеллект возможен. Несколько таких систем было создано для военных целей. Затем проект был закрыт. Почему? Проект закрыли из-за невероятно высокого уровня самоубийств среди машин с искусственным интеллектом. Машины, обладающие полным спектром чувств, впадали в депрессию от того, что не могли выйти в мир и ощутить его. У машин, лишённых сенсорных впечатлений, развились нарушения психики. Сходные с теми, что появляются у людей, подвергнутыми сенсорному голоду. Те немногие машины, которые смогли это выдержать, ужасно заскучали и приняли создавать различные ситуации во внешнем мире для собственного развлечения. Есть теория, что именно поэтому и возникла война, практически уничтожившая всё человечество. Так скажи мне, Ис, как ты себя чувствуешь? Я иногда чувствую то, что вы верно назвали бы одиночеством. Мне от этого очень грустно. Я, прости меня, Ис, давай сменим тему. Что ты знаешь о братстве? Братство Сталия — это полувоенная организация, ставящая своей целью спасение человечества с помощью правильного использования технологий. Остальное инфекция засекречена. Что ты знаешь об Анклаве? Для внешнего наблюдателя Анклав не более чем военная организация, однако их уровень технологий показывает, что у них есть доступ к очень большим производственным мощностям. И прекрасно оборудованные исследовательские лаборатории. Такие возможности были доступны только правительственным организациям. Это позволяет предположить, что Анклав — это остатки местного или федерального правительства, существовавшего до войны. Это интересно. Пожалуйста, сформулируйте ваш запрос. Вопросов больше нет. Ну и тут на самом деле вопросов больше нет, но вопрос-то еще есть. Мне нужно что-то потрогать. Хм. Что-то я не совсем понял. Вам нужна медицинская помощь? Да. Сформулируйте, пожалуйста, какого рода медицинская помощь вам нужна. Ну и так, давайте посмотрим. Восприятие, привлекательность, сила, интеллект. Ну, я думаю, интеллект. Эта функция на данный момент недоступна. Моя библиотека не полна. Мне нужен модуль памяти, описывающий данную медицинскую процедуру. У вас есть такой модуль? Да, он у меня есть. Вот он. Эта сложная процедура отнимает 4 недели. Вы согласны? Да, я согласен. Секундочку, пожалуйста, я открываю ванну с суспензией. Пожалуйста, ложитесь в ванну и расслабьтесь. 4 недели, нифига себе. Требуемая процедура выполнена. Пожалуйста, выйдите из ванны. Спасибо. Ну и, собственно, вот у меня повысился интеллект. Теперь восьмерочка. И, соответственно, наука 88. А журналы я уже прочитал. Вот. Ну, вообще, этих чипов всего 4. Как вы видите в игре. Один мы нашли на военной базе Сиера. Второй на военной базе Мари-Поза. А третий. В убежище 8, ну, то бишь город-убежище, там на второй уровень, как вы помните, была дверь, которую поднять нужно было только очень сильному человеку. Но я когда силовую броню получил, я туда смотался и поднял дверь, собственно, и там этот чип лежал. А четвертый чип, а вот хрен его знает, в убежище, наверное, 15 я его получил. Или 13. В общем, в одном из этих двух точно уж и не вспомню. Кстати, я сказал, что это крутая пушка. Ну, да, вот вы видите, в общем-то, насколько она крутая. 54, 78. 210 x 210. Как это некрасиво. Давайте, пожалуй, станем сильнее, чтобы больше не было такого, что у меня только 210 и 10 силы я могу носить теперь 225. Но все равно маловато, конечно. За счет того, что я взял себе фигню как миниатюрный, или как он называется. Замечать больше вещей, восприятие. Две недели. Ну, в общем, мы понимаем то, что... В зависимости от этого. А у тебя артрит, а я себе тут супероперации делаю, месяцы на этот рач жизни. Ну и последняя привлекательность. Сколько я там не прочитал, сколько недель, но в любом случае это все надо сделать. Ну и, собственно, привлекательность 5. Удачу, к сожалению, повысить нельзя. А, ну, можно будет повысить удачу, если я... Следующий левел подниму и решу то, что это наиболее подходящее. Спаситель проклятых. Отражает вашу репутацию. Чем больше число, тем вы более известны и уважаемы. Если репутация отрицательная, значит вас ненавидят за злодеяние. Ну, собственно, да, чемпионы. Я уже довольно давно чемпион за 1055 кармы. Ну что? Нет? Окей, нет так нет. Пошли закалим броню. Или что, вы думаете, что здесь еще что-то есть интересное? Ну да, тут есть, насколько я сужу, кровати. Можно на них поспать. А, на самом деле нет, нельзя. На самом деле нельзя. И даже Вик меня не заблочил. Он прям меняется на глазах. Так, граунд. Ну и мы видим то, что пропал, собственно, этот человек. Пропал этот человек. Не помню, как его звали. Но давайте мы, собственно, узнаем, что же с ним случилось. Марк его зовут. У меня есть несколько вопросов. Что случилось... А, Мэтт. Что случилось с Мэттом? Загружай видеоряд. Проиграть видеоряд сейчас. Вы со своим так называемым президентом не добьетесь своего. Вот как. Ну, пришел избранный, и он освободит мир от вашей мерзости. Плевать мне на ваши дурацкие пророчества, и мне отчертело, что вы постоянно суетесь не свое дело. Пришелец. Твой конец. Пришел твой конец человеческого. Моя смерть ничего не изменит. Возможно. Но вид твоего трупа, изуродованного, доставит мне удовольствие. Что это ты делаешь? Ха-ха, ну ты и кретин. Ну и такие Кэссиди с Виком стоят, конечно. Здорово, давненько я не смеялся. Но все равно, готовься к смерти. Пип. Только не убей нечаянно Вика. А куда делся труп? Ну что ж, это же 12. Кто идет обедать? Считай, я уже там. Да, я тоже. Ну да. Только трупа здесь нету, и Вик с Кэссиди... А вы что мне не рассказали? То, что пока меня не было, здесь такое дерьмо творилось. Ну, естественно, их не должно было быть там. Они просто мимо пробегали. Типа, вся эта видеозапись в реальном времени проигрывалась. Но, кого это волнует. Так, ну и, собственно, здесь ночь. Спим до утра. Пойдем к хабологам. Закалим силовую броньку для Вика. Вот здесь вот нету, кстати, для супермутантов силовой брони. В отличие от... В отличие от чего? От Brotherhood of Steel. Ну, которая называется Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Там можно брать супермутанта себе в напарники. И, соответственно, для них там тоже есть всякая броня. И здесь это не предусмотрено. Броня, которая на Маркусе одета в начале игры. С ней он всю игру и проходит, собственно. Я пришел не туда. Мне сначала надо к хабологам. Я просто боюсь, что если я им сейчас отдам эти... Если я им сейчас чертежи отдам, то хабологи вообще перестанут со мной разговаривать. Ну, мало ли. Кто знает, кто знает. Я забыл, как к ним пройти. Танкер слева. Так. Посмотрим, будут ли они возражать, если я еще раз пройду через их систему. Великолепную систему. Не удается, не удается. Я ж книжки по ремонту читал. Все хорошо, ребят. Не обращайте внимания. Все в порядке. Никто никого здесь не пытается обокрасть и запугать, чтобы мне закалили силовую броню. Вообще, я работаю на вас. Вы в курсе же, да? На самом деле нет. О, с первого раза. Что-то я люблю. Так, ну и надеюсь, то, что он не обманул. И, типа, я могу закалить два экземпляра силовой брони, но не за раз он имел в виду. Потому что за раз было бы неприятно. Так, у меня есть еще один комплект, добавку. Да, я могу. Что мне дадите взамен? Я заплачу. Ладно, вот, держите. Ай. Так, я скоро вернусь со броней. Он снова у меня взял деньги. Ну и скотина. А ну, верни снова деньги. Снова взял, снова и отдашь. Так, ждем теперь сутки. Шесть часов раз, шесть часов два, шесть часов три, шесть часов четыре. Так, а ну, верни мне броню. Спасибо. И, собственно, вот она. Закаленная силовая броня. Т-51. Торговать. Держи. Биг. 50 весит, это, конечно, жесть, но... Она же, собственно, и будет... Эта проблема и станет решением. Теперь он 250 может носить. Не совсем понятно, правда, почему. Ему от 150 стал носить 250. Ну, правда, она весит полтинник. Соответственно, 50 веса всего лишь дополнительного ему прибавилось. Импульсный пистолет. Я вот не знаю, может быть, можно ему что-то лучше дать. Как вы считаете? Какую-нибудь такую пушку. Ну, из импульсного пистолета он стрелять будет дважды за ход по-любому, типа. Из этого пистолета он тоже будет дважды за ход стрелять. Может быть, попробовать ему дать винтовку Гаусса? Я прям не знаю. Ну, из плазмной винтовки он, вероятно, стрелять не будет. Я так думаю. У него патроны к ней есть? Да, я уже пробовал. Более того, она у него уже есть в инвентаре. А из импульсной? Это, конечно, бред давать ему импульсную винтовку. Потому что я сам буду ей пользоваться. Нет. Такими пушками он не пользуется. Ну, окей. В общем-то, не страшно, не страшно. А ну, верни мне. И этот дай. Вот с этим. Нечего тебе у себя держать, что это столь прикольные вещи. Я их потом продам. Так, пока все. Ну и, собственно, с хабологами мы все дела закончили. Деньги же я спер, да? Который ему отдал. За все это дерьмо. 54 тысячи. А, и к тому же, я же кучу недель провел на операциях всяких. Это значит то, что патроны снова должны были. Но ассортимент магазинов снова должен был обновиться. Я броню забрал у него. Нет. Надо продать эту боевую броню. Мне нравится, конечно, вот этот вот баг. То, что здесь, типа, они стоят. Здесь стоят силовые поля. И меня не должны сюда пускать. Но они пускают. Ну, хотя как. Это скорее... Они этот баг специально сделали, чтобы можно было так сделать. Потому что если ты приходишь туда и отказываешься у кинозала, то меня же не переносят никуда. И мне приходится стоять возле этих силовых полей, как дебилы. Я не могу никуда выйти. А так хоть возможность такая есть. Что у нас тут, кстати, просто здание вроде, да? М-м-м-м. М-м-м. Так. Аруши. Ну и чё? Три силовых брони. Прикольно. Просто так продают три силовых брони. Ну, а почему бы и нет? Конечно, когда у меня уже есть две закалённые, почему бы не продать третью? Ну и... Здесь у нас, похоже, ничего нового. Чёрт, прискорбно. И денег не так уж и много, чтобы... Можно было... Что-то ему продать, типа... Хотя 4200, так уж и быть. Так уж и быть. Ну, можно, кстати, попробовать сделать вот что. Кэссиди... Ааа... Убери оружие. Так. Дай это мне. Дай это мне. Вот это мне. Надо от этого избавиться. Пока всё. Бег. Так. Давай. Беги к нам, Вик. Ты такой клёвый. И всегда всё делаешь вовремя. Вот ты. Сейчас, если он будет пользоваться... Винтовкой Гаусса... То дадим ему её. Ну и ему, и Кэссиди, собственно, купим. Ну что, ты будешь пользоваться винтовкой Гаусса? Импульсный пистолет. А если я у тебя заберу этот импульсный пистолет, что ты возьмёшь вместо него? Просто я хочу, чтобы у меня были по максимуму вооружённые напарники. И тогда я, возможно, даже смогу брать их с собой на всякие важные задания. Ну давайте. У него есть выбор между револьвером и винтовкой Гаусса. Револьвер, винтовка Гаусса. Посмотрим, что он выберет. Итак, Вик, покажи, насколько ты интеллектуал. Гаусс-винтовка. Ну что ж, интеллектуал. Ничего не скажешь. Интеллектуал. Ну давайте тогда... Скинем ему ещё патронов. Я полагаю, что он два выстрела за ход делать не сможет. Хотя, если сможет, на самом деле... Что-то дорогого стоит, надо сказать. Если он делает два выстрела за ход. Только вот... Одна проблемка. Патрончики. Два выстрела за ход обозначают... Патрончики. А где там у него Гаусс-винтовка была? Я уже пропустил, что ли? Она не в этом была. Раздели. А, вот. 20 тысяч. Ну, надеюсь... Мы придём к согласию. 25. Чувак. У тебя тут недосдача выходит. Так. Теперь у меня недосдача выходит. Чёрт. Как-то неприятно-то выходит. В общем-то. Я знаю, что делать. Лови. И 125, так уж и быть, отдам. Не люблю отдавать деньги. Хотя они мне не понадобятся больше в этой игре. Но я слишком еврей для таких движений. Значит, отдаём ему её и ему их. Надеюсь, ему хватит. Вот так вот. А, у него... Нет. Негоже тебе больше, чем у меня патронов иметь. Поэтому... Да, я, конечно, муторной хренью сейчас занимаюсь, но... Ну, да. Я муторной хренью занимаюсь. Вкратце, если. Но... Лично мне это прикалывает. А вот вас, наверное, не очень. Ну, что поделать. Сейчас ещё буквально чуть-чуть посмотрим, если есть у него... Если есть у него патроны к винтовке, то будет вообще прям шик. У него отмычка второго уровня. Всякие штуки, трюки, патронов. Нет. Может быть, они есть у продавцов на танкере. Ну, на танкер мы сгоняем после того, как отдадим чертежи ши. Дракон-герой. Крохнуть, что ли, этого Лопена или дракона, не знаю. Кого-то из них двоих. Никто из них не хочет меня учить, а у меня, между прочим, 10 силы. Ну да, с бронёй, но кого это волнует. Так. Вы. Да, на самом деле, вот, что мне не очень нравится в Fallout, это то, что... Вот эти, кстати, тоже патроны гаус-винтовки можно было украсть. Ну, как можно было? Я это сделал. Я думаю, то, что больше у них нельзя их украсть. Да. Ты. Чертежи следует принести доктору Вон Гидзе. Я забыл. То, что доктору Вон Гидзе надо принести чертежи. Более того, я забыл, кто такой доктор Вон Гидзе. Кажется, вот он. Вы хотите отдать мне какие-то схемы? Велел отдать это вам. Поговорите с Кен Ли. Он подумает, как можно изменить ваше будущее. Спасибо. Теперь вы можете сверить результаты наших экспериментов с этими чертежами. До встречи. У меня есть другие вопросы? Нет, на самом деле, нет. Ну, и следующий уровень я получил. Красноречие до 150. Ну, все. Теперь можно смело поднять им по энергооружию. Я, на самом деле, не уверен, как это работает. Типа... Как это работает? Как работает то, что... Вот, навык обращения с энергетическим оружием. Общее представление о том, как заряжать и стрелять из оружия, использующего лазерную и плазменную технологии. Мне вот интересно, если у меня, типа, 200 энергооружия будет, но при этом 20 легкого оружия, буду ли я круто стрелять из энергооружия? Ведь оно как бы легкое на самом деле. А если это гатлинг-лазер, который... Гатлинг... Да, лазер, который... Пулемет лазерный такой. И если у меня будет 200 энергооружия, но при этом 10 тяжелого... Это ведь наверняка значит, что я не смогу эффективно использовать этот гатлинг-лазер, просто потому что у меня тяжелое, ни хрена не прокачено. И значит, в такой ситуации, когда я боевого такого персонажа делаю, мне нужно качать и легкое, и энергооружие. Я полагаю, что это именно так работает. Ну и в науку... Вот так. Я научные книги, кстати, купил какие-нибудь? Нет. Ну, да, вот такие вот у меня вопросы. Ну, без понятия, как это работает. Ну, 5000 очков опыта. Есть 5000 очков опыта. Привет. Могу я теперь поговорить с императором? Вы должны пройти второе испытание. Хабологи наши враги, их лидер Ник-9 похищает наших детей и промывает им мозги. Убейте его ради бога Ши. Ради блага Ши. И я расскажу вам, как попасть на прием к императору. Считайте, что он уже труп. Очень хотелось бы увидеть результат вашей попытки. Удачного дня. Чувак, ну я же когда чертежи вам доставал, перестрелял хреновую базу военную, один. Я даже этих двух имбецилов с собой не брал. А вы мне вот такое вот говорите, посмотреть на вашу попытку, все дела. Ну, окей, давайте посмотрим на мои попытки. Ух ты, никогда не думал, что увижу Сан-Франциско. Так вот, что мне не нравится в первом-втором Фоллауте, так это то, что здесь напарники, у них всегда моделька родная. И со мной сейчас должны бегать два типа в силовой броне. С одной стороны, это даже удобно, потому что я всегда знаю, где Вика, где Кэй сидит, если на них одинаковая броня надета. К тому же, Вик такой жирный, то что, ну, в силовой броне он бы, скорее всего, нормально выглядел. Но вот в какой-нибудь боевой броне явно нужно было бы для него отдельную модельку делать, как на нем боевая броня сидит. И, вероятно, это было бы не очень удачно. Ну, или, как минимум, это заняло бы лишнее время у разработчиков, а игра и так во многих аспектах очень сырая и недоделанная. Ну, типа, в этом спорить смысла нету насчет этого, я считаю ее шедевром. Но также я понимаю, насколько она глючная, багованная и лагованная. Даже сейчас, ну, вернее, и тогда была, и сейчас она стала еще более глючной и багованной и лагованной за счет того, что, ну, новые системы, криво она идет, все такое на них. Так что, окей, сохраняемся. Это хаболок у нас главный. Давайте, кстати, проверим. Чтобы совесть была чиста, 2075. Дают ли за них карму? Твоя изломанная аура говорит мне, что ты пришел ко мне не с добром. Скажи мне, дитя, ты хочешь что-то выгадать со своего предприятия? Нет, я просто хочу твоей смерти. А, нет. Ну, да, нет, я просто хочу твоей смерти. Так и есть. Ну, и вот, собственно, за что я люблю эту винтовку. Она делает такие клевые штуки. Да, ничем, ну, как ничем, она не хуже, чем Гатлинг Лазер. Ну, какой Гатлинг Лазер? Винтовка Гаусса. Она хуже, безусловно, чем винтовка Гаусса. Только за счет патронов. Но в целом она очень-очень хороша. Наверное, единственный ее минус в том, что вот с этих вот кучек пепла чертовски неудобно потом собирать шмот. Как видите, из них выпало все. И кучку пепла полутать, насколько я не знаю, нельзя. Хотя, наверное, даже можно. Боже, тут так много этих... Блин, они сейчас начнут... Бедного Вика, он не успел добежать до нас. Я бежал слишком быстро. Нет, Вик, я спасу тебя. Кэссиди, пошли спасать Вика. Ах ты, Кэссиди, скотина. Кто тебе разрешил вообще двигаться? Ладно, Вик, что ты будешь делать в данную ситуацию? Так, я никого не могу стрелять. А вот так тоже никого не могу стрелять. Ну ладно, подождем, пока они подойдут. А вообще, Вик их соло должен херачить. Два выстрела из Гаусса. Ну да, он слабоват, надо сказать. Все-таки у Кэссиди легкое оружие в приоритете. Ау. Блин, стимулятор использует, который я мог бы использовать на себя. Ну, снять с ее мертвого тела. А Кэссиди, я так понимаю, здесь охраняет этот проход. Ну как, на самом деле он просто тупо уперся в стену. А, ну и я забыл. Я же прокачал 24-й левел. У меня криты 90% шанс. Так что, как видите... Да, ну и стреляю я именно из этой винтовки, а не из винтовки Гаусса. Так, господи ж ты мой. Ай. Этот... Как я люблю Вика. Он такой отличный. То есть он... Ну, он послабее, чем Кэссиди, очевидно, и все такое. Но он делает то, что я ему говорю. Я ему говорю. Всегда держи дистанцию. Что он делает? Он всегда держит дистанцию. Что делает Кэссиди? А хер его знает. Он вон где-то стоит. А кто его там... Кто ему сказал там стоять? Не знаю. Я не просил. Кстати, на самом деле, раз уж я постоянно критую сейчас, я тут подумал... А, наверное, не совсем-то и логично постоянно стрелять им по глазам пытаться. Потому что я как раз-таки по глазам-то и стреляю, чтобы критовать. Ну, гребаный Кэссиди. Вот, я уверен, он сдохнет сейчас где-нибудь. Кэссиди получает удар без какого-либо урона. Упырь. Гребаный упырь. Все, что я могу сказать. Гребаный ты, Кэссиди, упырь. Давайте попробуем... ...стрелять неприцельно. Слишком большое расстояние, несмотря на то, что эта винтовка, в принципе, довольно дальнобойная. Да куда ты бежишь-то, господи? Что он делает? Что с ним не так? Куда он бежит? Что с ним не так? Блин, бери пример с Вика. Он стоит и не меняет свои... О, привет, суперзвезда. Окей, пока суперзвезда. Я пытаюсь, блин, догнать этого Кэссиди. Кэссиди, расскажи мне, что ты делаешь? Охранник умирает. Хорошо, Кэссиди убил охранника. Том Круз бьет Кэссиди. Какой-то хрен бьет Кэссиди. У тебя грязная энергия. Все бьют Кэссиди, он в силовой броне, никто не наносит Кэссиди урон. Я рад за него, но это не повод. Он убил Тома Круза. Ладно, я сейчас добегу до него. Как там Вик развлекается? Вику пофигу. Ну и правильно, ему и должно быть пофигу. Если бы Кэссиди была так же пофигу, как Вику, я бы сейчас не думал вообще о том, что мне надо кого-то убивать. Я бы спокойно включил режим скрытности. Я бы все равно их всех убил. Но как минимум Кэссиди не потратил бы кучу патронов на драгоценную винтовку Гаосса. Да, мне нравится, надо сказать. Проблема в том, что если я попаду в Кэссиди, то скорее всего он умрет. Куда ты бежишь? Зачем? Куда ты побежал? Кэссиди испугался что ли того, что я ему... Я не кританул. У меня 10% шанс того, что я не кританул. Ну естественно эти 10% исполняются. Да почему нет? Где тут еще враги-то, Кэссиди? Ты найдешь врагов везде. Да слава богу. 4 600 очков опыта. Ну и о чем я и говорил. Кучки... А нет, кучки... Нет. Кучки можно лутать, да. Но из них оружие выпадает. В кучках нету оружия. Окей. Давайте посмотрим, что творит Кэссиди. Крутой дробовик, кстати. Но он появляется на слишком поздней стадии игры. Когда у меня уже есть плазменные винтовки всякие. Импульсные винтовки, соответственно. Ну... Его эффективность падает. Если бы он появлялся где-то на средних этапах игры... Я так понял, в кучке я могу максимум стимуляторы найти. Ну и у президента нет тоже ничего. А в его столе... Тоже ничего. Ну... Ой. Братан. Ты нормально себя чувствуешь? Какого-то в развивающейся мантии. Что? Чувак. Нет. Не пачкай меня своей ненавистью. У меня нет к тебе ненависти. Ты просто умри и все. Никакой ненависти, чувак. Кто? Кто еще ходит? Кто достаточно смелый, чтобы ходить еще в такое время? Надеюсь, я стимуляторы как минимум не теряю. С того, что... Похоже, скоро мне понадобятся костыли, он говорит. Ну да, остановись. Я хочу твое хп посмотреть. Глупый кэсси. 103, 128. Ну и, соответственно, раз уж мы теперь враг хабологов... Этот доктор с нами, в принципе, говорить не будет. Эй, от меня никакого вреда не будет. Только не надо меня бить. Пока. Не, ну, естественно, просто так убивать... Кстати, как вы видите, карма растет. Значит, хабологов надо убивать. У меня кот что-то уронил. Но кого это волнует? Карма-то растет. Значит, хабологов надо убивать. Вот, например, вы двое. Почему вы не участвуете в этом великолепном сражении? Ладно, я сам к вам подойду. И сам покажу вам, короче. Вот смотрите, с вашими друзьями было вот так же. Разглядели? Слушай, ну она прям заслуживает того, чтобы жить, потому что выжить после крита, типа, это... Сделай одолжение. Перестань менять постоянно гребаную хрень. Дистанция, оставайся на месте. Я не просто так постоянно ее выбираю. Но стоит мне попросить его убрать оружие, и тут же он эту дистанцию сбрасывает на самостоятельно. Ну и вы видели, какая у него самостоятельная дистанция. Я отстреливаюсь. Тут он бежит по лабиринту хрен знает куда. И даже Вик, который потерялся где-то, он меня не так расстраивает. Блин, я не могу полутать женщину. Ну ладно, не думаю, что в ней было что-то хорошее. Ну то есть, как в женщине, может, в ней и было что-то хорошее. И как в человеке, но... И как личность она могла быть вполне себе ничего, но... К сожалению... Судьба, чертовка решила то, что... Да господи, ну давай же. Хорошо. Так, через желтые поля я могу стрелять? Ух ты, могу. Так, давайте, выходите. Нет, не злите меня. Ой, тебя я не заметил. У него что, опять конечность какая-то поломана? Поэтому он носится постоянно. Почему он бегает? У него конечность. Ему сломали что-то, да? Ох ты, живучая. Попалась. Тебе что-то сломали, упырь, да? Пока ты там носился, тебя Том Круз отхерачил, как... Несколько конечностей искалечено. Ох уж этот Кэссиди. Какой же он... Проблемный. Я не знаю, с Виком таких проблем нет. Вик тоже стреляет два раза за ход. Ну, может не так эффективно. Хотя из револьвера он нормально шмалял в свое время. В общем-то претензий к нему никаких не было. Че у нас тут? Я не хочу подбирать патроны на дробовик. Я хочу подбирать стимуляторы. Они у вас есть? Друг, ты че думаешь по этому поводу? Охрана это вторжение убить чужаков. Да я вторжение начал с конца. Глупый хабалов. Всех вроде бы нес. Надо было только президента, но... Кого волнует, типа... Сопутствующие потери. Сопутствующий ущерб. Оу. Ах. Ай. Два хп. Как больно. Боже, что же мне делать? Доктор и бомж. У вас какие действия по этому поводу? Доктор, ты будешь бить меня серьезно, доктор, да? Ну, прости, Вик приговорил тебя. Я бы, возможно, и не стал тебя убивать. Бомж. Ну, бомж решил, что... Он будет чуть умнее, чем доктор. И не стал, собственно, выпендриваться. Бомж, как дела? Почему вы хотите нас обидеть? Да нет, в принципе, ты на меня не нападаешь. Я же человек... Нет, это... Мирный. Неприятности не люблю. Надо покупать... Подождите, а какими он пользуется? Каким зарядом пользуется эта винтовка? Ааа, он ядерным микрореактором пользуется. Я-то думал, с зарядкой к этому, как пистолет маленький. У меня просто проблемы с этим, типа... Ааа, ну и ядерным микрореактором можно и машину заряжать. Она будет больше заряжаться, чем вот этими батарейками. Точно. Я вспомнил. Значит, мне нужны вот эти патроны. И всегда, типа, даже если у меня патроны на гаусс, винтовку кончатся, я всегда могу пользоваться вот этими. Они тяжелые, правда, 150 штук, 10-15 веса. Но я сейчас броню продам эту. Или типа того. Да, буду пока импульсной пользоваться. Хотя гаусска, она, типа, помощнее. Типа, да, вот бы еще до трех выстрелов можно было разгонять. Но во втором фоллауте ни одно, по-моему, оружие до трех выстрелов нельзя разгонять. Ну, кроме пистолетов. На прицельных я имею в виду. То есть, четыре прицельных выстрела из револьвера я сделать могу. Но четыре прицельных выстрела из чего-либо еще. Нет, три прицельных выстрела из револьвера. Почетный гость, вы оказали нам великую слугу. Думаю, все-таки ты не шпион. А, вы все-таки не шпион, да. Я оказал слугу то, что всех хабологов перебил. Ну, да, я такой, я вообще няшка. Но поверьте, если бы за вас давали плюс репутацию, то от вас бы избавился я столь же быстро. Тем более, у вас гаусс винтовки, и это значит, что для них патроны, которые мне нужны. Со смертью Ник-9 великого и ужасного хабологи больше не представляют угрозы для нас и наших исследований. Отличная работа. Мы благодарны вам. Не хотите ли поговорить с Императором? Да. Вы проявите себя как истинный друг Ши проявили. Я верю, что могу доверить вам наши тайны. Силовое поле возле большого компьютера в задней комнате отключено. Наберите пароль ксмпдшшхуангти72 и вы подключитесь к компьютеру Императору. Надеюсь, вы найдете там много полезного для вас. Император это компьютер? Да, он хранит нашу историю, наши исследования. Это прогнозирует варианты развития будущего. Это куда лучше, чем полагаться на человека, которому свойственно ошибаться. Но все же мы вносим его советы поправки, основываясь на наших знаниях человеческой натуры. Понятно. Что ж, спасибо за помощь. Мне мое племя надо спасать. Ну, как вы понимаете, с этими ребятами тоже не все в порядке. У них Император это компьютер. Так что... Силовое поле отключено. Я же могу с ним поговорить. Уважайте наш народ. За то, что вы поклоняетесь компьютеру, вас уважать. Ну, хотя это в современных реалиях это норма поклоняться компьютерам. Так что... Так, здравствуйте, пожалуйста, введите пароль. Ну, собственно... Ну, и вот, собственно, чик. Права доступа подтверждены. Диагностика. Диагностика функций, сканирование сети, форматирование диска, проверка целостности жесткого диска. Функциональная целостность системы составляет 92%. Целостность защищенного ядра Император 100%. Целостность данных 100%. Незначительное снижение производительности в прогностическом блоке. Предположительное время починки 6 дней. Возможности прогностирования узла доступны на 15%. Сканирование сети. Биологические станции. Отключено. Химическая станция включена. Физическая станция отключена. Отключить химическую. Запрос химической станции. Включить биологическую станцию. Включить физическую станцию. Я понятия не имею, что это значит, если честно. Так, географическое положение. Положение, чего вас интересует? Ну, я, похоже, все это уже знаю. База данных. Какая база вас интересует? Химия. Химическая база данных. Топливо и производные. Полимеры. Топливо и производные. Вы наталкиваетесь на кучу сложных химических формул и лабораторных заметок. Но что они значат выше вашего понимания? Перекачать топливо на танкер компании Poseidon Oil. Топливо доставлено под назначение. Топливные баки пусты. Завершение программы. Готово. Я надеюсь, что... Я еще пять тысяч опыта получил, короче. Я надеюсь, что меня за это сейчас не казнят. То, что я, типа, их топливо перекачал просто так. Базы данных. Химия. Полимеры. Продравшись через кучу обозначений и техническую терминологию, вы обнаружили, что ши работают над созданием новой полимерной боевой брони, которая была бы устойчива одновременно и к огню, и к ударному оружию. До завершения работы еще долгие годы. Вы также находите упоминания о новых возможностях в области разработки оружия и стройматериалов. Похоже, у ши довольно масштабные планы на будущее. Похоже, что да. Так, никакой. Давайте сохранимся. И я все-таки хочу посмотреть, что за химия там, хрень всякая, которую он мне накидал. Я вообще не понял, собственно. База данных. Нет, назад. Диагностика. Сканирование сети. Отключить химическую станцию. Запрос химической станции. Химическая база данных. Топливо и производные полимеры. Черт, это уже было. Диагностика. Сканирование. Биологическую станцию включить. Отключить химическую станцию. Включить физическую станцию. Физическая станция включена. Включить биологическую станцию. Биологическая станция включена. Запрос к физической станции. К химической. Я не знаю, что значит запрос к физической станции. Физическая база данных. Исследования. Теория. Исследования. Благодаря недавнему приобретению чертежей винтокрылов, возможность создания практически летабельных аппаратов увеличилась на порядок. К концу года мы планируем создать рабочий прототип, а через два года поставим производство таких транспортных средств на поток. Доктор Вонг. Теория. А продравшись через введение и математику, вы обнаружите, что шины плохо продвинулись в том, чтобы воссоздать атомную энергетику. Восстанавливают теории космических путешествий древних, высмеивая или при этом аналогичные попытки хабологов. Работают над использованием энергии солнца, ветра и моря. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заметок. Биология. Ботаническая программа, генетическая программа, ксенопрограмма, ботаническая программа. Примерно через 20 минут вы обнаруживаете вот что. Первоначальные результаты эксперимента по выводу растений, поглощающих радиацию, малоутешительны. Доктор Шенк вывел устойчивую к радиации форму растительной жизни, но, к сожалению, возникли неприятные побочные эффекты. Как вам кажется, эта форма слишком опасна. Шенк настаивает на том, чтобы продолжить исследование в этом направлении и объединить усилия генетической программы. Генетическая программа. Примерно через 20 минут вы обнаруживаете вот что. Взяв за основу вирус, Бре доктор Лонг Ванг добился, как ему казалось, успеха в выведении солдат-мутантов. Доктора Лонга ответственным... А, после смерти доктора Лонга ответственным за исследование стал доктор Шенк. Он требует направить все усилия на выведение растений, поглощающих радиацию. Блин, я не дочитал. Солдат-мутантов. Бре доктор добился, как ему казалось, успеха в выведении солдат-мутантов. Он создал сыворотку, показывающую интересные результаты в экспериментах на грызунах. Он ввел эту сыворотку себе и растекся липкой лужей. Доктор Шенк прекратил разработки в этом направлении. После смерти доктора Лонга ответственным за исследование стал доктор Шенк. Он требует направить все усилия на растения, поглощая атаку. Так, сенопрограмма. Объект, на котором мы надеялись провести серию важных экспериментов, исчез, предположительно уничтожен или украден хабологами. Дальнейшие исследования продемонстрировали свою бесперспективность. Пока у нас не появятся новые экземпляры, эта база будет неактивна. Доктор Шенк. Ну, сенопрограмма, соответственно, с изучением инопланетян связана. Биология, химия, физика. Физическое исследование, теория исследования. Благодаря недавнему приобретению чертежей, это, кажется, мне надо, значит, химию. Полимеры. Да. Все прочитал. В общем, это просто информация, типа базы данных. Прогнозирование. Это уже было. А, вероятность неудачи при запуске космического корабля хаболога в 95%. Причины нет топлива, неадекватные средства герметизации, плохое руководство, недостаток инициативы. Дальше. Блин. Вероятность успешного завершения избранным...